Всем привет, добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса, меня зовут Алексей Красиков. Я предлагаю вашему вниманию фрагмент из моего онлайн тренинга. Этот фрагмент посвящен обсессивно-компульсивному расстройству или ОКР. Посмотрите, пожалуйста, базовую часть тренинга. Он вообще состоит из больших 10 уроков. Это только, по-моему, второй или третий урок. Я рассказываю концептуально о том, что такое навязчивые мысли, природу навязчивых мыслей, патоидеологию навязчивых мыслей и самое главное, что необходимо делать. У меня не так много видео на канале, посвященные ОКР, поэтому я решил вырезать этот фрагмент для общего доступа, чтобы вы понимали природу, страха сойти с ума, причинить бред, нанести кому-то повреждения, сойти с ума и так далее. Посмотрите этот урок, и он ответит вам на все вопросы, которые надо понимать. Понимайте, применяйте, на здоровье. Смотрите внимательно. Окей, теперь по поводу навязчивых мыслей. Значит, смотрите, мысли в голове, страх мыслей, ОКР. Система работы с паникой, с фобиями и с обсессиями очень-очень похожа. Там все то же самое. Первое. Мы считаем, что... Вот тут возникают просто небольшие нюансы. Первое. Это мысли опасны или пророчащие. Еще одна фишка тут, что это симптом шизы. Давай так напишем. Симптом шизы. Ну, например, мысли там кого-то убийца, идти с ума, потерять контроль. Что это симптом, что-то. Третий испуг здесь может быть какой? Еще чуть-чуть и пипец. Вот тоже так это может выглядеть. Или, например, если не буду контролировать свои мысли, то они возьмут верх. Вот у вас, то есть, 100% у вас такая хрень в голове. Вот 100%. Причем это, опять же, применимо к вегетатике. Если я не буду контролировать свое здоровье, оно возьмет верх, и я подохну. Если вот еще чуть-чуть и пипец, это симптомы этого. Это опасно. Это прединфарктное, предшизноидное состояние, шизофренное состояние. Вот у вас есть такое убеждение. Именно эти ложные убеждения и запускают страх. Пишем вместе со мной, ребята, не отвлекаемся. Это очень важные базовые вещи. Именно пункт. Я разжевываю так, что детали некуда. То есть, это борщ прям поломтиком, сука, свеклы. Ну да. У меня были клиенты, Игорь, которые лет 20 пытаются с ума сойти. Что-то у них не получается. Именно пункт номер один и создает страх. Вот это запишите себе, пожалуйста, все. Именно убеждение, что таких мыслей быть не должно. Надо их контролировать, чтобы они не взяли верх. Это пророчащие мысли. Это преддействники. Именно эти убеждения создают страх. Пишем третий пункт. Внимание. Очень внимательно сейчас слушаем. Любые мысли, к которым применена эмоция, становятся важными в человеческом... Ну, в голове. Давайте вот так напишем. Любые мысли, к которым применена эмоция, становятся важными. Четвертое. Как только мысли стали важными, они становятся постоянно обдумываемыми для контроля над важностью. Вот это сейчас очень важно понять. Любая мысль в голове может стать важной только тогда, когда вы к ней применили эмоцию. Причем не важно, негативно это или позитивно. Для тех, кто женился или выходил замуж, было важно организовать всю церемонию хорошо. Девочки, помним мы это? Цветы, платья, похороны туда же. Цветы, платья, гости, приглашения, оркестр, еда, машины. Помните этот маразм весь? И у вас постоянно в голове крутилось так, водитель, машины, салаты, ресторан, деньги, гости, там, что я одену, а как визажист. Помните это? Все это помнят? Ну, кого Бог миловал и кто не женился и замуж не выходил, тот знает, что, например, экзамен. Экзамен или там покупка чего-то, да, как только у вас впереди какое-то событие, и это событие для вас важно, вы начинаете повторять это очень часто в голове и постоянно об этом думаете. До тех пор, пока это событие не закончится, оно перестанет быть важным. Так вот, в ОКР проблема в том, что вы из-за того, что вы считаете, что сойти с ума вы не должны, умереть вы не должны, попасть в дурдом вы не должны никоим образом, вообще никак, у вас возникает очень сильное напряжение. И вы начинаете трактовать происходящие вегетативные или мыслительные процессы через такую лупу, что вы начинаете этого пугаться. Проще говоря, любому человеку может прийти в голову, что он сходит с ума. Просто так. Любому человеку может стать вегетативно дискомфортно. По разным причинам. Не выспался с стресса на работе, там у него, бог знает что. Но не любой начнет трактовать это как угрозу. Девушка может ехать в метро, сидит такая, смотрит, и перед ней мальчик встал, и у него ширинка и джинсы такие красивые, обтягивающие. И у него мысль такая в голове, вот я расстегиваю ширинку, снимаю с него штаны, и прямо в метро. Что любой девушке может прийти такая пошлятина в голову. Но не любая девушка этого испугается. Любому мужчине может прийти в голову сексуальная мысль по поводу кого-то. Но не любой мужчина этого испугается. Любому человеку может прийти в голову что угодно. Что он сошел с ума, что что-то случится или не случится, что он что-то хочет или не хочет. Фантазии какие-то могут в голову прийти. Например, играет там, папа вышел там в песочницу. Играет с детьми. И у него такая мысль такая в голову пришла. Ну, любая мысль какая-нибудь. Но не каждый этого испугается. Я не буду сейчас отвечать на вопросы. Не каждый этого испугается. Испугается только как раз тот человек, который слишком нормативен. И вот именно здесь возникает или тревожно-мнительный. Возникает важность акцентуации. Пишем акцентуация характера. Есть у нас в психологии такая херня. Акцентуация от слова акцент на характере. Какой-то элемент характера. Первая акцентуация, например, тревожно-мнительный. Тревожно-мнительный. Еще он просто очень тревожный. Очень в постоянном чувстве небезопасности. Иногда это такие маминкины дети, которые должны с соском и с юбкой ходить. Сосок во рту, а рука за юбкой. Это люди, которых часто бросали родители. Это, проще говоря, люди не уверены в своих силах. Ну и так далее. Вы поняли, о чем я. Это все называется тревожно-мнительный тип. И есть вторая история акцентуации. Это нормативность. Нормативность это такие зажатые, нормативные дети. А вы ничем от них не отличаетесь. Которые должны как правильно. Но есть такие родители, которые задрачивают детям голову по этому поводу. Причем не могут объяснить, откуда это правильно. Но это правильно. И вот эти вот зажатые, нормативные дети с огромным чувством стыда перед ненормой, как им кажется. Например, подумать о том, что она делает минет кому-то в метро. Для нее это пипец, какая ненорма. И кошмар жестокий просто. Обычная девушка посмеется, покраснеет, скажет. Ни хрена себе, кажется, у меня давно не было секса. Надо как-то этот вопрос решать, а то у меня уже члены в метро мерещатся. Посмеется, подружкам расскажут, они похихикают. Подружка скажет, что у меня тоже такое бывает перед месячными нормальностью. Они поржут в столовой и пойдут дальше. А вот нормативная девочка начнет. Ой, члены, члены, члены. Кажется, с ума члены. Одни члены. И она придет к психотерапевту со словами, доктор, у меня члены в голове. Надо понимать, что важными становятся мысли только тогда, когда к ним или к мыслеформам преломлена какая-то эмоция. Если нормативный человек живет по очень жестким нормам и правилам, любые фантазии про шизофрению, про сумасшествие, про какие-то поведения выходят за его условные нормы. Обычный человек посмеется над этим, скажет, чем только в голову не пришло. А вот человек с нормативностью очень этих мыслей испугается. Он испугается этих мыслей и они станут важными. Дальше. Как только мысль стала важной, она сама, с помощью физиологии, физиология, мышление, она сама, как только мысль стала важной, она, только не оно, она сама по физиологическим аспектам подкрепляется контролем. Но если вам, например, завтра ехать к 11 часам в Ново-Огарево на консультацию Владимира Владимировича Путина, и вы знаете, что у вас примерно час на досмотр и там всякие процедуры, плюс еще пробки, плюс еще то-то, 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 вам надо встать в 6 и выехать заранее. И вы будете крутить это в голове, чтобы все успеть, особенно если вы первый раз. И это будут навязчивые мысли или обсессии. Но как только вы закончите с ним консультацию, и все будет хорошо и прекрасно, вы выйдете оттуда, и у вас обсессии не прекратятся, они просто сменут фон. Первая часть обсессии была подвержена тревожным мыслям, потому что это важное событие. И обсессии были, как успеете, как понравится, и как успеете, как понравится, а что лучше сказать, а что лучше здесь сказать, а что лучше тут сказать. И вы не будете спать ночью, думать об этом будете. Так же, как вы своей долбанной шизофренией. Но когда я закончу консультацию, и все будет хорошо, я выйду и скажу, блин, вот это классно, вот это классно, вот это было классно, вот это было классно, вот это было здорово, вот это было очень хорошо, блин, тут можно было лучше. И у меня все равно будут обсессии. Потому что что высокий градус тревоги их запускает, что высокий градус радости их запускает. Кто покупал машину из вас? Как она будет пахнуть, куда я буду парковать, как я буду ехать, значит, а как я поеду туда, потом я поеду туда, потом я поеду туда. Ой, а машина стоит, ага, стоит, все. Протираете вы ее, ага, стоит, ага, стоит, все. Все важности подкрепляются вниманием и контролем. И надо тонко понимать физиологию. Обсессии, сойти с ума, причинить вред ребенку происходят только у нормативных женщин и мужчин. Особенно понятно это становится, когда эти обсессии убить ребенка, становятся у женщин, которые недавно родили малышей. Она была нормативной, она была слишком зажатой. И у нее просто перед ней положили повод, как она сейчас будет плохой. А если у меня не получится? А что-то я сделаю не так. Для нее же это недопустимо. Потому что для достаточно здоровой мамы не знать, что сделать с младенцем, это, сука, нормально. Для достаточно здоровой матери растеряться в каких-то вещах с малышом, это нормально. Для достаточно здоровой мамы нормально что-то не знать и позвонить там теще, свекрови, к соседке сказать, сказать, слушайте, я не очень знаю. В интернете посмотреть, на курсы пойти, это нормально. А вот для нормативного ОКРщика это не нормально. Это не нормально, потому что она должна все знать, все уметь, все контролировать, с жопу градусник всувать каждые пять минут. Она должна уметь все. То есть для здорового человека не знать, не уметь, не справиться, растеряться, это нормально, а для этой категории граждан ненормально. Вот и весь ответ, откуда у них эти мысли. Потому что у них начинается тревога, и они начинают фантазировать о том, как они точно сейчас растеряются, как они точно сейчас опозорятся, как они точно сейчас потеряют над собой контроль, как они точно сейчас по миру пойдут, или как они точно сейчас всех опозорят, включая свою семью и род. Она же для семьи должна быть правильной, нормативной, а дурдом для нее это показатель что? Показатель того, что она не смогла. Вот она по этому поводу и фантазирует. Понятен патоэтиология с психогенной точки зрения этих вещей? Вот так понятно? Поэтому, чтобы вылечить таких пациентов, но если хотите, говоря языком питерских психотерапевтов, их надо испортить. Их надо испортить до уровня достаточно хорошая мама, а ни в коем случае не идеальная и правильная. Понимаете разницу между достаточно хорошей и идеальной? Чего вы затихли-то? Вы живы там? Вообще понятно. А, у вас там вы инсайт ловите, я так думаю. Ну, молодцы. Вот, достаточно нормальный студент, достаточно нормальная мама, достаточно нормальный парень, достаточно нормальный сотрудник, достаточно нормальный муж. У достаточно нормальных людей достаточно часто могут приходить разные сомнения. Достаточно часто они могут не знать, как поступить. Достаточно часто они могут растеряться. А вот у ОКРщиков перфекционизм прёт из всех щелей. Поняли, в чём история? Хорошо. Теперь, что надо делать? Это был патоэтеология о том, что это за люди и о том, как немножко устроен наш мыслительный процесс. То есть, у нас в голове мысли становятся навязчивыми у любых людей. У меня и у вас. Разница только в том, какие эмоции применяются к этому процессу. Понятно? Если это эмоции позитивные, хорошо, всё равно это будет навязчивые. Негативные, это будет негативная навязчивость. А вот у нормативных ребят это будет уже из области фантастики. Что делать? Что же делать, как не быть? Да? Что делать? Первое. Всё то же самое, как мы и с вами разбирали в работе с паникой. Вера. Сопротивление. Что-то у нас было третье. Форма поведения. Верно. Форма поведения. Навязчивые мысли или обсессии работают точно так же. Потому что, как я писал уже выше, чем сильнее сила действия, тем сильнее сила противодействия. Только к этому ещё надо преломить чуть-чуть сложнее, чем с паникой. С паникой справиться просто. Просто расслабился и пошёл на неё. Она закончится. А вот с навязчивыми мыслями сложнее. Вы можете расслабиться, выключить сопротивление со словами, только бы их не было, и сказать, окей, хорошо, пускай они будут, пускай они будут, пускай они будут. Но здесь надо дополнить это упражнение. Пишем плюс, плюс бонус. Тут надо себе дополнить бонусом объяснение того, что это метафора. Метафора моей давай так, метафора моего страха не справиться не справиться и подвести. Вот не справиться не справиться и подвести. То есть, помимо того, что у кого возникают навязчивые мысли сойти с ума, потерять контроль, надо действительно расслабиться, выключить сопротивление, сказать, я могу думать о чем угодно, давай вообще погнали, все, сойду с ума, хорошо, окей, сойду с ума, выпрямился опять ровно, улыбнулся, сойду с ума, да, сойду с ума, конечно. Убью детей, вообще убью детей, всех пойду, перегошу. Трахну гиппопотаму, вообще все болото перетрахаю, вообще не проблема вообще. То есть, вы начинаете идти вперед и даже разукрашивать эти мысли. С юмором только. А не вот так, ой, ой, опять эта мысль. Мысль, это не какой-то треглодит, который пришел к вам. Не, не надо их отщеплять, что эта мысль какая-то пришла и ходит у вас в голове, и вы говорите, блин, они меня задолбали, они меня задолбали. Нет. мысль, это сила вашего нормативного характера. Потому что, если вы хотите трахаться, а для вас это недопустимо, то у вас постоянно будут мысли об этом. Понимаете? Мне не важно, что у вас бывает, не отвлекайте меня, пожалуйста. Поэтому очень важно понимать, если вам интересно написать, что у вас бывает, идите на форум. там вот таких вот очень много желающих пописать, что у них бывает. И это не моя история. Значит, поэтому вы должны четко себе объяснить, что я сейчас и многое время привыкла бояться, не справиться, подвести, быть виноватой. У меня появился ребенок или у меня появились какие-то зоны ответственности. и я просто боюсь не справиться. Я боюсь подвести маму, я боюсь подвести папу, я боюсь подвести себя и не справиться, показаться нелепой, плохой. И я предъявляю к себе такие завышенные требования, понимаете, что это создает метафору. Понимаете? Метафору какую? Что я вдруг не справлюсь. Как? А вдруг это? Ведь все ЖОКРщики боятся одного и того же. Пишем все боятся одного и того же. А именно пишем того, что в быту под рукой или публично по как сказать публично осуждается. Давайте так напишем. Осуждается. Вот что они боятся. Под рукой что у нас? Ножи, веревки, балконы, дети у кого-то, машины, люди. А публично осуждается убийство, аффект, дурдом ну и прочее асоциальные формы поведения. Вот и все. Очень просто у таких вот нормативных ребят есть поле для маневра. Поле для маневра уже выбрано. Это все, что социально и семейно осуждается. если бы эти люди выросли в городе, где госпитализация в дурдом считалась бы очень большим достижением в жизни, они бы никогда не боялись побыть в этом дурдоме, потому что я достиг достижения, я в дурдоме, это круто. Они бы боялись того, что осуждается. Поэтому все УКРщики боятся именно того, что считают доказательством собственной тупости, незначимости, ущербности, ненормативности. Кто-то выбирает для себя это, кто-то выбирает это. У кого-то больше семья стебалась над душевно больными, у того будет больше страх сойти с ума. Кто-то посмотрел много криминальных сводок, у того всякие странные поведения социальные. У кого-то кто-то где-то посмотрел в новостях, как мамаша скинула детей в мусоропровод заглубнутая. Всё, у неё ребёнок родился, у неё это же начнётся. То есть, всё очень-очень социально понятно, как это работает. Поэтому, если бы эти люди, если бы этим людям можно было провести такой эксперимент, если бы у меня был такой аппарат, где я бы вживил бы им головной мозг электроды и переписал бы у них программу, что всё, что вот это я перечислил, это нормально, они бы резко перестали бы этого бояться. Потому что это бы не выходило за их нормативность. Всё. Поэтому очень простая здесь история. Просто УКРщикам очень сложно это объяснить. Они же вот такие по своим мозгам-то. Они, ребята, умные, но только не во всём. Они по своим мозгам, у них рамки поведения вот такие. Даже порой у собак больше рамок поведения. Она может хотя бы колбасу спиздить со стола, потом просто грустными глазами на тебя послать. УКРщик не может. Он за это себя ругать будет очень сильно. Понимаете? Вот. Единственное, что приходится попытаться с УКРщиком сделать, это вот так. Такая, братан, вот смотри, вот здесь идеальный, идеальная мама в этих рамках. А вот здесь достаточно здоровый человек. Видишь разницу? Ошибка, что-то не понравилось, а ты как живёшь? А ты всю жизнь живёшь вот так. Только бы не ошибиться, только бы понравиться, только бы понравиться. И всё, что выходит за рамки вот этих норм, девушка едет в метро, представила себе секс с незнакомцем. у вас это вот здесь. Ну, вот здесь. А для обычной девушки, как бы, ну, представила и представила, ну, всякое бывает, ну, ну, как бы, да, ну. И все ваши эмоциональные невротические проблемы будут возникать в поле ваших рамок. Это то, что вы в интернете вычитали, как это называется, котята? Это называется миросуковоззрение. Чем оно у вас примитивней, из-за шореней, тем меньше поля для маневра вашей жизни. Чем оно у вас больше, тем меньше у вас вероятности, что вы поднимете градус. Поэтому все ваши убеждения, которые вы считали для себя правильными, помогающими, социально нормальными, такими нравственными, это полная херня, потому что они вас привели в кабинет психолога. Если бы ваши убеждения, которые вы всю жизнь отстаивали, были бы здоровыми, были бы эффективными, были бы помогающими, вы бы никогда с неврозом не столкнулись. Вы столкнулись с неврозом, как с ОКР, так и с паническим, только лишь потому, что то, что вы всю жизнь пестовали, холили или лели, на деле оказалось полной ложей. В большинстве случаев. И скорее всего у вас в жизни произошли ситуации и очереда ситуаций, которые вышли за рамки ваших допущений, ожиданий, норм, правил и так далее. И чем уже вот этот пул маневра, тем острее невротическое событие. То есть если хотите провести динамику в математической корреляции x-y, чем больше разница между крайней точкой нормативности и событием, которое произошло, вот если померить это в шкалах, тем хуже вы себя будете чувствовать. Поэтому чем ближе событие к нормативности допущения, тем меньше симптоматика. Чем дальше от нормативности, тем больше симптоматика. Именно поэтому существуют ритуалы. Я реву сейчас от осознания, что меня всю жизнь дрочили на норму. Но я думаю, они это делали с благими намерениями, Катя. Они же не делали это для того, чтобы вас привести к проблеме. Катя, ваши родственники это делали так, как они могли. Они выросли в Советском Союзе, где вот это вот что пестовалось. Понимаете? Нормативность в Советском Союзе пестовалась. Хорошо, давайте я вам объясню, чтобы вы поняли меня. Молодцы, я рад, чтобы до вас дошло сейчас. Значит, слушай меня внимательно, пожалуйста. Смотрите, ваши родители и всё остальное воспитывалось в Советском Союзе. В Советском Союзе охренеть, не третий десяток такого. Молодец. Продолжайте в том же духе, много поймёте. Слушайте меня внимательно сейчас. В Советском Союзе вот эта нормативность это была нормой. Понимаете? Так программировали всех. Вот всех программировали на вот такие нормы. Это всем понятно? Потом в принципе всё было хорошо до одного момента. Всех запрограммировали бабушки, дедушки, мамы и папы вот так. Это было естественно и нормально. Но потом, когда произошла сексуальная революция и перестройка, давайте чуть-чуть я не досказал, в Советском Союзе не могло возникнуть ситуаций по факту, которые могли бы выйти за рамки поведения советского гражданина. Понимаете, о чём я? То есть, вы не могли пойти на улицу увидеть майбух, вы не могли пойти к подруге и увидеть что-то из ряда вон. Вы пошли бы послушать тот же патефон, на тот же самую деревню, тот же самый клуб, те же самые платья, одинаковые платья, одинаковая одежда, плюс-минус. Но были там какие-то нюансы, но в целом это было в рамках вот такого нормативности. Понимаете, о чём я говорю? Но когда произошла сексуальная революция и в страну хлынуло огромное количество западных тенденций, секса, порно, резко выросли события, которые стали попадать вообще не в нормативность. А рамки у вас никуда не делись. И с советским гражданином с точки зрения УКР произошла катастрофа произошла. Их воспитывали под вот эти рамки возможных жизненных событий. А после сексуальной революции и после резкого развития социальных происходящих событий стали происходить события, которые вообще перестали попадать в рамки. И вот так произошла волна УКР в России неврозов вообще, которая до сих пор не заканчивается, потому что 150 миллионов вот таких людей. Понимаете? А эти люди уже успели воспитать еще пару поколений таких же, но может быть чуть-чуть других. Поэтому суть неврозов заключается в том, чтобы иметь достаточно широкое понимание того, что такое хорошо и что такое плохо, где с одной стороны это закон страны пребывания, с другой стороны максимальное принятие того, что все может быть закон и все. Ну, какие-то свои личные истинные нормы со словами, но я этого делать не буду. Ну, например, я не буду, у меня нету тенденции и желания, например, убивать людей. Я не буду этого делать, например. Но если возникнет обстоятельство, где мне придется убить человека, я убью человека. Если это будет связано с защитой моей жизни, жизни моих детей, жизни моей семьи, мне придется это сделать. Понимаете, да? И здоровая психика в понятии ОКР это допущение мыслей, фантазий, происходящего и так далее. Понимаете, о чем я? В рамках закона. Гражданский уголовный кодекс. Вот оно. Но у нас есть люди, которые и дальше пошли. Для них заподложить по закону. Поэтому это еще не факт, что вот так. Понимаете, да? Но в воровском, например, мире, а я работаю с большим количеством разной публики, я вам так могу сказать, между нами, если хотите. Вы что думаете, у них совсем куда, как бы, есть кто-нибудь, кто в этой теме? Вы знаете, что в тюрьме или в определенных кастах, например, блатных или воровских кастах, вот эти нормы, они тоже существуют. И в тюрьмах порой эти нормы, и в воровском мире эти законы гораздо справедливее и гораздо четче, понятнее, чем в обычной жизненной ситуации. Потому что если вы в жизни можете кому-то что-то сказать, взять, не заплатить долг, я не знаю, повести себя как-то по отношению к кому-то, то там вы этого сделать не можете. Там сразу последуют санкции очень жестокие. Поэтому во всех кастах, во всех вещах есть вот эти нормативности. Чем сильнее вы понимаете вот эту ширину, тем проще вам живется. А ОКРщики это вот, ребята, за что и расплачиваются сильной тревожностью. Понимаете о чем я? Вот что такое ОКР. Идем дальше. Поэтому чтобы справиться именно с навязчивыми мыслями, вам потребуется все то же самое. Понять то, что я вам сейчас сказал. Перестать сопротивляться и объяснить себе, что я разрешаю этим мыслям быть как любой фантазии. Нет в этом ничего ужасного. Нет в этом ничего ужасного. Вообще нет. Это просто моя метафора моей нормативности. Потому что обычные люди этого не боятся. Все. Но зная панические расстройства и неврозы у нас есть третий пункт. Помните? Отсутствие подкрепляющих действий, когда вы идете и так далее. В ОКР третьим пунктом форма поведения помните это? Форма поведения является Дима, я уже ответил на ваш вопрос, почему мысли на балконе появляются часто. Потому что вы выходите на балкон и думаете об этом. Неужели так тяжело понять? Форма поведения в чем история? Когда у человека есть такая нормативность, когда у человека есть вот эта узость понимания перфекционизма, возникает огромное напряжение вот здесь. Понимаете, да? Огромное напряжение. Особенно если ему приходится выполнять какие-то вещи, которые явно выходят. Или он думает о том, что он их сделает. То есть напряжение в ОКР образуется либо от фантазии, что он выйдет за рамки, например, сумасшествия или убийства, либо он сделал что-то. Вот тут есть разница. Смотрите. Ну например, девушка поддалась своим истинным сексуальным фантазиям и вступила в половую связь с кем-то, но нормы эти в социальной, моральной она не раздвигала, кроме ног. Так вот что же получается. Ноги раздвинулись, потому что это было истинное желание, а голова не раздвинулась. Мне кажется, это хорошая метафора про ноги и голову. И мне кажется, это очень хорошая метафора. И вот тут возникает следующая забавная ситуация. Ноги раздвинулись, потому что она этого хотела, истина, как человек, потому что все вы, сука, родились вот так, как и я, на самом деле, вы родились вот такими. вы родились с открытыми большими глазами со словами «Мама, почему ты так себя ведешь? Это же просто событие. Солнышко встало, солнышко село, птичка умерла. Это событие. Ваза разбилась. Ой, неожиданно. Это просто событие. Пока тебе мама, блядь, не задрочила голову, это плохо, это ужасно, этого не должно быть, какой плохой мальчик». И вот так мы приехали к вашему жизни, к вашей. А родились вы нормальными, но потом кто-то вам помог, собственно говоря, с благими естественными намерениями. По-другому не могли. Так вот, в чем история? История про то, что когда раздвинулись ноги, это была ваша детская внутренняя часть на самом деле истинного человека. Я имею право на свое удовольствие, я этого хочу. Оно у вас внутри есть, но в голове есть цензура, то, что Фрейд назвал цензурой. Это есть внутренний конфликт, где есть некие нормы и правила, как правильно, как неправильно. Ноги раздвинулись из внутренней части, а потом догнала голова на следующий день, что я сделала. У нее ее ноги вписываются в ее рамки допущения, а вообще не вписываются. Ни разу. Так? Возникает резко градус, потому что ее ноги это вот здесь. С ее точки зрения это огромная разница. И эта разница предполагает огромное напряжение внутри. огромное напряжение. И это напряжение проявляется вегетативно. И оно должно быть куда-то сброшено. То есть это вот так вот. и она начинает мыться. Мыть руки, мыть квартиры, мыть себя, потому что эта метафора сразу работает с точки зрения я грязная, я плохая, я ничтожная, я проказная. И у нее начинает психика пытаться очиститься от того, что она сделала. Она сделала это. И возникает ритуал чистоты. А бывают ритуалы чистоты, когда она ничего не делала, когда она ноги не раздвигала и ничего не происходило. Но у нее есть внутри-то у нее вот так, но у нее есть страх, что она вдруг что-то сделает, заболеет, заразится, заваряет спидом, сифилисом, подхватит какие-то вещи, которые явно выходят за ее рамки. Особенно касается спидофобии. Ведь спид это что? Это явно выходит за ее рамки? У обычного человека ВИЧ и спид это история про то, что вот здесь где-то. Я бы очень этого не хотел, но я прекрасно понимаю, что если это случится, это лечится. Мне придется принимать иммуномодуляторы, мне придется изменить некоторый образ жизни, но это не смерть. Это просто определенные неудобства и прием пожизненных препаратов и все. От этого уже давно никто не умирает, кто занимается своей иммунотерапией. Все. У него это где-то вот здесь. А у Кэрщика это социально же осуждаемо, это же кошмар, это же ужас. И это здесь. И у него возникает огромный гэп между рамкой и фантазией, и у него начинается страх. Этот страх преломляется внутри, начинается компульсия или ритуал. Профилактика не заболеть, очиститься на всякий случай. То же самое касается проверки дверей, машины, этих самых там, квартиры. ну, что вы там проверяете, форточки, да? Почему? Потому что у Кэрщика в нормативности не должно быть потопа, пожара, угона машины, потому что это явно выходит за его нормы. Потому что если у него угонят машину, у него затопят квартиру, он затопит соседей, это пиздец, как ужасно. у обычного человека, это где-то вот здесь опять же. Я бы не хотел, но если это случится, я буду действовать так, то, конечно, грустно, печально, но всякое в жизни бывает. Я, конечно, буду стараться, чтобы этого не происходило, буду внимательней, но всякое в жизни бывает. А у Кэрщика этого в жизни не бывает, знаете ли. У него этого не бывает. И любые фантазии на тему, как он выйдет за рамки, будет создавать огромное напряжение, которое выйдет, как магма, наверх через вулкан со словами «как бы это предотвратить?» Теперь понятно простыми словами что такое УКР. Ни один психотерапевт в больнице не будет утруждаться вот таким детальным разъяснением. А, потому что это сложно, долго и муторно, Б, потому что они сами этого не знают. Круто, нормально. Ну, детальнее я не знаю, как объяснить. Надо будет просто вырезать это, пересматривать. Поэтому терапия, ребят, спасибо. Ну, я рад, что я у вас первый, Катя. Надеюсь, я у вас первый и последний в этом смысле. Поэтому терапия, ребят, таких людей, это не сумасшедшие. Они вообще до сумасшествия далеки, так же, как я до беременности. Потому что сойти с ума невозможно. Чтобы сойти с ума, человек должен а, иметь генетическое заболевание, которое уже в юности будет проявляться. Чтобы сойти с ума, человек должен получить черепно-мозговую травму. Чтобы сойти с ума, человек должен иметь новое образование головного мозга. И чтобы сойти с ума, человек должен иметь тяжелое отравление тяжелыми препаратами галлюциногенного характера. Все, все остальное невозможно, ни от страха, ни от чего. Понимаете? Поэтому будете биться головой об кафель и умолять, чтобы вы сошли с ума и попали в дурдом, вы попадете в отделение невроза со словами «Успокойте тревожного человека». Но с ума вы не сойдете. Вот если вам проломят бошку, и там будут какие-то пораженные участки головного мозга, да, возможно. Если вы нажрётесь наркоты галлюциногенной и головной мозг будет подвержен хронической интоксикации галлюцинации галлюциногенами или продуктами распада алкоголя, да, возможно. Если вы будете всё это с собой проделывать, эксперименты, да, есть вероятность, что вас приключат. Но если вы просто боитесь социально выйти за рамки и вы нафантазировали себе, а вдруг вы не закроете дверь, а вдруг это, а вдруг это, или вы что-то сделали, ну, например, представьте себе вот такого человечка, да, вот жила-вала девочка, очень нормативный, очень нормативный, и она в один прекрасный день не выспалась, я не знаю, там, забыла выключить, ну, я не знаю, там, плиту, что ли, там каша утром стояла. Она поехала на работу. Для неё это было всегда пипец, как ужасно, потому что она нормативная. Ей позвонили хозяю, говорит, тут пипец, всё задымило, у тебя что-то горит. Для неё это, она приехала, там, конечно, всё, кухня там закоптилась, ничего не сгорело, потому что электрическая плитка только сгорела, и эта хрень всё закоптила, но ничего страшного не случилось. Но по факту у неё это вышло так за рамки, что её заклинило, и она теперь проверяет, 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 проверяет. Понимаете, о чём я? А у обычной женщины вот эта бы ситуация попала бы в норму. Где-то вот опять же на грани здесь. Она бы этого не хотела, это было бы неприятно, но такое бывает, такое может случиться. Такое допустимо в жизни. Не хотелось бы, неприятно, буду внимательнее, но такое быть может. Поэтому и у Кэрнию не возникнет здесь. Понимаете? Все поняли разницу, что ОКэр может быть как ин виво, так и ин витро. Ин виво это внутри, ин витро это снаружи. То есть, либо человек сделал что-то, и это вышло за рамки, либо он фантазирует о чём-то, что выйдет за рамки. И там, и там могут возникнуть ритуалы. Поэтому пишем ритуалы в ОКэр. Ритуалы, ритуалы, ритуалы в ОКэр. Да. Ритуал. Ритуалы. Слушайте, а можно часть про ОКэр на YouTube тоже вырезать? Мне кажется, полезно, ребята, будет. Ритуалы. Это выход накопившегося напряжения для снятия тревоги за возможный выход за рамки. Обязательно для YouTube. Но я прекратил снимать такие базовые вещи. Я стал делать сейчас такие вырезки, чтобы было интересно уже людям, понимающим. Ритуалы. Это выход накопившегося напряжения для снятия тревоги за возможный выход за рамки. Все это поняли сейчас? Пожалуйста, поднимаем руку, кто сказал, что поняли. Поняли, что такое выход за рамки? Мне кажется, ты подробно объяснил уже. Саш, медик, привет. Как у тебя дела? Ты в пятницу придешь? Ты записывался? У меня к тебе вопрос. Я видел, ты там присутствуешь сегодня у нас. Алексей, кстати, качество ролика про мотивацию бомбическое. Ну, спасибо большое. Да, я читал много отзывов. Я снял ролик буквально случайно ночью. Что-то мне в голову пришлось снять клиентам вот такие мотивирующие вещи. Действительно, ролик очень понравился зрителям. Окей, я понял. Значит, поняли, да, что такое выход за рамки. Супер. Теперь для чего, какие ритуалы бывают? Ритуалы направлены на профилактику событий, которые категории категории глаза уже ничего не видят вечера категорически недопустимы. И вот тут возникает самое забавное. Пишем. Чем сильнее фантастическое, фантазийное, чем сильнее фантазия давайте так, фантазия в скобочках дальше от норм. Чем сильнее фантазия дальше от норм, тем сильнее напряжение. Поняли, да, что чем сильнее фантазия дальше от норм, чем сильнее напряжение. Оно будет давить очень сильно. Ритуал чистота это профилактика профилактика событий осуждаемых осуждаемых по принципу только бы не заболеть чем-то. Ритуалы проверки быта, ну, это газ, дверь, да, там и так далее. это профилактика по принципу по принципу только бы не причинить неудобства и не сделать ЧП, вот так скажем. существуют другие ритуалы, вы сами уже поняли, что это будет все профилактика. То есть, любые другие ритуалы сделаны человеком для профилактики события. ну, естественно, фантазийного. И здесь, ребята, поверьте, голь на выдумку хитра. Вот от простого до самого такого уже фееричного. поняли, да? Принцип работы основан на принципе для можно я пишу ПА? Окей? Вы поймете, что это такое? Основан на принципе для ПА и ОКР. он называется «Не надо хлопать солнцу». «Не надо хлопать солнцу». Что такое «Не надо хлопать солнцу»? Ритуал это тот же рефлекс, который подкреплен действием. для снятия напряжения. Стимул реакция подкрепления. Поднялась тревога, напряжение, ритуал облегчились. Поднялась тревога или в какой-то ситуации поднялась тревога, ритуал облегчились. Какая-то ситуация, поднялась тревога, ритуал облегчились. Вот этот вот облегчились это есть ритуал. Например, Я прошу клиентку потрогать что-то руками. То, что она считает грязным. Вот мы, например, вчера трогали туалет, простите меня, с одним моим клиентом. Он считал, что он может заболеть спидом. Естественно, для него это вот здесь, потому что это ломает все его планы в жизни. Как ему кажется, люди со спидом, свитч, это всё, это сразу в морг. И для него это крест на всей карьере, крест доказать брату, крест доказать папе. Для него ВИЧ это всё, это край. Поэтому есть кто-нибудь с педофобией? Слушайте меня внимательно. Для них ВИЧ это крест к перспективам. Для обычного человека, я уже говорил, ВИЧ это где-то здесь. Это бы не хотелось, но это... Спасибо, Андрей, слушайте внимательно. Но это не ужас, потому что он понимает, что это лечится, люди живут и так далее. Слушайте, а люди оплачивают эти самые, как его, кейсы. Прикольно. Это нормально, люди живут и так далее и тому подобное. Вот я хочу, чтобы вы это поняли. Поэтому ВИЧ у него вышел явно вот сюда. Напряжение огромное. Давит на голову. От иррациональности вот этой разницы он теряет логику. Он теряет внимание. И ему кажется, что он может заразиться спидом через жидкости. Или через туалет, просто контакт руками с туалетом. И он избегает любого контакта руками с какими-то бытовыми, ну, скажем так, этими вещами. И мне пришлось подходить, трогать этот саптир, лизать эти самые руки, трогать лицо. Для того, чтобы объяснить ему, что если я это делаю, ну, я же не идиот в этом смысле. И себе вредить-то не буду. И потом потихонечку мы должны с ним начать трогать. В итоге мы с ним пришли, что мы с ним потрогали. Мы потратили энное количество времени. Тревога поднималась до 90 у нас, там, по принципу от нуля до 100. Мы в итоге трогали. Потом мы трогали лицо. Мы это лицо не мыли. И вот именно такие формы поведения ежедневные смогут разрывать рефлекс, который называется «не надо хлопать солнцу». Что это такое? Чтобы понять, что такое «не надо хлопать солнцу», представьте себе, а это я придумал название, Юля, сейчас объясню. Я сейчас расскажу как раз про это. Это моё название, вы его нигде не найдёте. Но, во всяком случае, пока у меня в очередной раз его не украдут. А любителей у меня потырить многовато в последнее время. Так вот. Поэтому, если вы где-то услышите упражнение «не надо хлопать солнцу», «привет от меня передайте», так же, как с другими названиями. Поэтому, надо понимать, что есть невротики, которые считают, что надо похлопать в ладоши пять раз, тогда солнце утром взойдёт. Если он пять раз не похлопает, солнце не взойдёт. И он всю жизнь хлопает вечером пять раз. И солнце всходит. И он убеждён, что солнце всходит, потому что он хлопает пять раз. У него так работает голова. Что мы делаем в таком случае? Надо привести пациента к пониманию по факту абсурдности. Объяснять ему, что не надо хлопать, потому что это никак не связано с поведением планет относительно галактики. Он будет смотреть и говорить «ага, сейчас». Понятно, да? Про Питер. Не знаю насчёт Питера, а что там в Питере. Поэтому, что я делаю с таким пациентом? Я говорю им «Окей, давай сделаем так. Давай с тобой похлопаем сегодня четыре раза. Ты же хочешь вылечиться от этого?» Он говорит «Да, хочу». Я говорю «Давай, похлопаем четыре раза». Он говорит «Давай, раз, два, три, четыре». Наступает утро, солнце всходит. Он говорит «Ну повезло, наверное». Я говорю «Окей, давай похлопаем ещё четыре раза три дня подряд». «Давай, раз, два, три, четыре». Солнце встало. «Раз, два, три, четыре». Солнце встало. «Раз, два, три, четыре». Солнце встало. Он говорит «Хмм, интересно, оказывается можно четыре». Я говорю «Круто». «А давай похлопаем три». Он говорит «Нет, три это мало». Я говорю «Давай попробуем». «А вдруг?» Он говорит «Ну давай». «Раз, два, три». «О, раз, солнце встало». «Давай попробуем три». «Давай. Раз, два, три, солнце встало Я говорю, давай два Поняли, да, какая будет логика В итоге я ему говорю, а давай не похлопаем Он говорит, ну давай денек попробуем Не похлопали, солнце встало Я говорю, давай два Давай два Два не похлопали, солнце встало Я говорю, давай хлопать через три дня Один хлопок, три дня паузы Прошло какое-то время Я говорю, давай один хлопок в неделю Он говорит, да я уже понял, что оно и так без этого встанет Вот и всё, ритуала больше нет Аплодисменты называется Поняли? То есть только вот таким образом мы можем Кто в тайне хлопал? Я не очень следил за вашим диалогом, потому что мне важно рассказать какие-то вещи Поняли, в чём логика работы с ритуалом? Они моют руки Они что делают? Проверяют двери Они что-то делают для того, чтобы солнце встало Нам придётся Ну понятно Нам придётся с вами ставить себя в экспозицию Не надо хлопать и посмотри, что солнце встанет И это для УКРщиков со стажем очень тревожно То есть фактически придётся трогать и не мыть Трогать и не мыть Облизывать руки и не мыть Облизывать всё, что угодно Нам придётся делать вещи, которые Понос, Ирина, у меня находится где-то вот здесь Понимаете? А у УКРщика понос находится где-то вот здесь Понимаете? Если у вас понос вот здесь То вы будете всю жизнь заниматься маразмом Только бы, чтобы не было поноса И дойдёте до абсурда А у меня понос где-то вот здесь И если у меня он случится Я скажу, ну неудачка произошла Дерьмо случается Не больше А у вас Вы же мармеладом только какаете Чувствуете разницу? Вот и всё Поэтому помимо упражнения Слушайте меня внимательно Не надо хлопать солнцу с ритуалами Нам придётся с вами Сочетанно лечить УКР Пишем Форма терапии Форма и тактика терапии Пишем Форма и тактика терапии То есть фактически вам придётся Придумать себе понос И увидеть, что в этом нет ничего разного Форма и тактика терапии Первое Работа с ритуалами От меньшего к большему По принципу Не надо Хлопать Солнцу Солонцу И оно Всё А что люди оплачивают? Там как-то рекламу сделала И что происходит? И оно всё равно Встанет И оно всё равно Встанет Второе Разработка С помощью Рэпт Этим мы с вами и займёмся Системы Системы Норм И правил Допущения Всё Третье Закрепление Полученных Результатов Вот вам план вашей терапии Про Про Часть не надо хлопать солнцу Подбираем Сами себе Выписываем себе Ритуалы Понимаем Что это Пытается Профилактировать Делим их По принципу От меньшего К большему Трогать Начинаем Потихонечку Можно использовать Принцип Аарона Бека От 0 до 100 Например 0, 100 Ну например Просто вам шкалу Рассказываю Это же можно делать С агурофобией Слушайте меня внимательно Например Давайте Назову Какое-то вот это Действие Действие Там например Равно 10 Действие Действие Равно 20 Действие Ну вы поняли Равно 30 Ну и так далее Там 40 50 60 70 80 90 То есть Вы выстраиваете Себе Систему Действий Уровень Тревоги Которых Идет От самого Простого До самого Сложного Дальше Вы Контактируете Контактируете С действием И не хлопаете Солнцу Держитесь А именно Не моете Не проверяете Не Там не знаю Моргаете Что хотите Делаете То есть Это очень важно Дальше 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 Субтитры создавал DimaTorzok